Добрый вечер, уважаемые зрители канала Деревенская жизнь на хуторе, дни казачки. Если, конечно, этот вечер вообще можно назвать добрым. Вот не утерпела я. У меня то, что я вам сейчас скажу, как бы в душе уже давным-давно созрело. Но я не выпускала это в эфир, потому что, думаю, нафиг надо, люди скажут, что я калькушествую. И даже не собиралась делать никакое видео. И целый день не заходила в телевизор, вечером зашла на свою шею, посмотрела фильм «Аватар». Там смысловая нагрузка, фильм несет на самом деле большую смысловую нагрузку, я его давно не смотрела. Но я тут как посмотрела свежими глазами, понятно, что человечество везде, куда человек свой нос не засунет, жадный, он искореняет все вокруг. Он гребет больше, чем может с собой унести. Он портит все вокруг себя. Это у человечества, видать, такая поганая натура, что ради денег он пустит прахом все. Причем, знаете, подтверждение этому встречаешь не только в фильмах, просто этот фильм, как бы, знаете, такой последний капли, мне капнула на темечка. Кто дорывается до власти, ворует. В глобальных масштабах за рынки сбыта идут войны. В последнее время вообще вот эта массовая пропаганда приняла совершенно какие-то немыслимые масштабы. Черный объявляется белым, белый объявляется красным. Но это вообще, знаете, я вот такими глазами за все это наблюдаю, у меня вот так волосы дыбом становятся. Ну и ладно, после того, как посмотрели мы этот фильм «Аватар», начались новости. Я смотрела вот про трагедию вот эту в Магнитогорске, но я видела это, когда это только случилось, а потом я не подходила к телевизору, тут праздники эти новогодние. Сейчас смотрю, мы с мужем смотрим, показывают, что ребенок жив остался. Смотрю, он ревет, я сижу реву. Ой, не знаю, в прошлом году зимняя вишня, в этом году вот этот Магнитогорск. И опять понимаете, как еще одна капля. Мы вот когда перед Новым годом ездили в Волгоград затариваться там, за продуктами мы ездили в транспортной компании, за двумя грузами. И в общем, знаете, у нас едут из Москвы в Волгоград такие очень заметные машинки. Там недавно открылась сеть магазинов, «Белая и красная» называется. И вот они, видимо, закупили себе машинки. И они такие, знаете, такие беленькие, маленькие, какие-то импортные, такие мини-грузовички. На них написано «Белая и красная». И я все время, когда езжу, я смотрю, что они, ну они такие непредназначены на переезд на дальние расстояния. Они все время кучкуются на стоянках, водители там ночуют, а потом, значит, туда едут. И вот так как мы в этот раз ехали на машине, и очень рано, и, вы знаете, вот, видимо, со всех стоянок выехали эти вот все грузовички, и вот так вот толпой мы то одну колонну из этих грузовичков обгоним, то другую колонну из этих грузовичков обгоним. А так как на них как бы одна и та же вот это вот, ну, название их сети магазинов. Ой, то у меня вот так, знаете, вот я начала понимать, господи, я сижу в машине и мужу говорю, ты представляешь, говорю, город, вот сколько он потребляет. Это вот прорва, прорва, в него вот это вот везут, вот эти вот грузовички идут вот этими колоннами, везут туда винища, короче, чтобы всех напоить. Другие грузовички везут туда продукты. И у меня уже, знаете, давно не покидает меня такая мысль, что достаточно одной техногенной катастрофы, крупной, такое большое скопление населения в городах, что сразу ты можешь уничтожить миллион человек, понимаете? Когда люди живут вот так вот на просторах нашей Родины, ну, понятно там, что бы там ни случилось, но люди вот они разрознены, пока эта вся пакость, которая может случиться, доберется до каждого. А там все кучкуются, пожалуйста, подъезд дома обрушился, сразу сколько там человек, уже 23, по-моему, погибших нашли, а всего пропало вроде бы как 39, если я цифры не путаю. И как бы 13 человек считаются пропавшими без мести, ну, понятно, что они, скорее всего, они уже все показывали этого ребенка, которого достали. Ой, ну это вообще, это ужас. И вы знаете, я вот честно сейчас вот села, как хотите, хотите отписывайтесь от меня, хотите говорить, что я какую-то пургу несу, что я кому-то настроение порчу. Мне вот недавно одна написала дама, что на Новый год, видите ли, я поздравила, не с тем настроением я людей поздравила. Вот все с шампанскими в припрыжку поздравляли, а я типа того поздравила с постным лицом с Новым годом. То есть люди ждут не только из телевизора, они ждут от нас, что мы будем им давать заряд позитива, что мы будем им поднимать настроение. Понимаете, вот я вот не вижу причин, с чего поднимать настроение. Вот сейчас, во всяком случае, у меня у самой нет настроения, с чего я должна поднимать его вам, подписчим, что должна прыгать от всего этого. С другой стороны, конечно, ну не смотрите меня, вот так вот у меня накипело. Серьезно, я считаю, что человечество само себя загубит. И я думаю, что до этого не надо долго ждать. Дай Бог, чтобы это, знаете, не в жизни нашего поколения произошло, чтобы мы как бы этого не увидели. Дай Бог, чтобы этого не увидели наши дети. Потому что у меня серьезно, вообще от всех этих вот событий, у меня просто вот волосы библи, я ничего хорошего от дальнейшего не жду. Других смотришь, у людей, я не знаю, приоритеты какие-то, что ли, поменялись. Вот, предположим, появляется у них много денег, они начинают жрать, что-то хапать, что-то на себя навешивать, вот это вот, понимаете. То есть ничего вот как бы не производить, отдачи никакой нет. Я не знаю, для чего вообще мы все живем, какой от нас вот всем толк. Ну ладно, я понимаю, что у нас есть обязанности, мы как бы должны прожить сами, дать спокойно дожить своим родителям, обеспечить своих детей. Ну это такие вот как бы дела, которые есть у каждого человека, от которых никуда не денешься. Но в глобальном масштабе. Вот знаете, я серьезно говорю, я вот на все на это смотрю, каждый вот тянет, хапает, хапает, хапает. Вот куда-то ему уже пихать некуда, из карманов вываливается. А люди все время вот еще все больше суют туда, суют, суют. Ну я не знаю, мы вообще, по-моему, вот я лично считаю, что мы вообще полностью берега уже потерялись, честное слово. Ой, какое-то у меня такое вот эмоциональное выступление получается. Я вообще, бывает у меня, меня вот так вот заносит. И я обычно такие видео сразу не выкладываю. У меня есть два или три вот таких видоса, которые я не выпустила в эфир. Я как бы, я просто себя знаю. Я вот наболтаю, наболтаю, потом Таня думаю, поспи. А через 12 часов посмотри, чего ты наговорила. Ну, наверное, вот это я все-таки вот выпущу. Вот как вы считаете? Как вы считаете, что у меня крыша поехала или как? Да, кстати, и вы знаете, я уже говорила, что вот дети у меня сейчас живут на квартире на шестом этаже. Я все время, когда подхожу к дому, вот опять вот, назовите меня дурой, я уже про это говорила. Я все время, когда подхожу, смотрю я на этот вот зарешочный балкон, там такие вот решетки прям капитальные стоят. И думаю, ведь чего коснись в подъезде случится, они не выберутся с шестого этажа. Они будут прыгать, вот как прыгали люди с зимней вишни, будут прыгать с этих вот высоких этажей, как прыгают люди при пожаре, когда они выбрасывают детей, лишь бы не сгореть в огне. И у меня давно уже была мысля, что надо купить туда веревку. Серьезно, хоть как-то вот обезопаситься или во всяком случае, ну мало ли, может быть, этого никогда не случится. Вернее, дай бог, чтобы этого никогда не случилось. И вот после вот этого вот случая, наверное, в Магнитогорске, вы знаете, я завтра же, мы завтра выводы собираемся, я, наверное, завтра же поеду и куплю я эти несчастные 20 метров веревки. Кто-то покрутит пальцем у виска, типа того, маманя, дура, не надо. Я смотрю, что происходит, я понимаю, что как бы случается все везде и по-всякому. И в деревне может случиться, что из дома люди не успевают выбраться. Ой, ну когда вот я смотрю на вот эти вот кадры, там вот сейчас одна женщина по времени, вот в программе «Время» рассказывала, что она вышла, в общем, дитё у него провалилось, короче говоря, она вытянула его на простыне, и она стояла вот так на приступочке в тамбуре, а подъезда не было, лестниц, чтобы спуститься. И она кричала, люди, помогите мне вместе с мужем, а потом прыгнула на третий этаж, вот на эти вот обломки, понимаете как? Или когда я вижу вот эти вот кадры, когда люди в квартирах горят и выбрасываются вот так из окна. Меня вот честно, меня вот ужас какой-то накрывает. И вот когда показывали после «Зимней вишни», ну там интервью со всякими фирмами, и вот там владелец одной фирмы сказал, а у нас типа того, такого никогда не случится. и показывает, в общем, короче говоря, у него окна, окна, около этих самых окон стоят, ну эти баллоны с огнетушителя, короче говоря. Вот. И у батареи прям вот моток верёвки вот такой привязан на крюке. То есть если чего, открывается окно, и по этому крюку люди спускаются с этажей. Мы на этом канале уже тему обсуждали. Много там комментариев писали, но вы знаете, естественно, я, знаете, поболтала, поболтала, пару вот это выпустила, и всё. И на этом дело остановилось. Вот ещё раз говорю, завтра прям поеду и куплю. Вот такие эмоции у меня вызвало вот это начало нового года. Неприятные. Если кто-то там мне, типа того, будет писать, что напилась, либо накурилась, так я не пью, не курю. Я нормально, адекватная, короче говоря, полностью адекватная. Не пьяная, не сбуду напля, не накурившаяся. Нормальная. Вот у меня вот это вот начало года вызывает именно такие эмоции. Теперь я, наверное, чтобы не заканчивать на таком негативе, попытаюсь вам позитива придать. Я вроде выгорелась, хотя всё равно мне так неприятно. Я вообще, знаете, какое сегодня видео собиралась снять, а потом не стала? Ай, собиралась снять видео, какие сюрпризы я придержала перед Новым годом, не стала показывать. То есть у меня есть грузы, которые я не стала показывать перед Новым годом. Просто из-за того, что все как бы думали, как Новый год встречать. Я думаю, что вот эту рекламу нашу бесконечную по телеку ещё мы опять начнём рекламировать. Думаю, она не будет адекватно воспринята. Мне сыроварня пришла, вот стоит. Пришёл, знаете что, показывать надо классные сыроварня, короче говоря. Завтра смеситель ещё надо купить. Мы мясо продали корове. Надо ещё в год, кстати, 10 килограмм мяса хозяйке квартиры отвезти, она тоже купит. Пришла такая штука, в розетку, короче говоря, вставляет с умного дома. Нагреватель. Что-нибудь такое, знаете, быстро нагревать, довольно мощный. Потом, что мне ещё надо будет показать? Постельное бельё, василёк, наконец-то, платье на мне висит. Вот, это я тоже одела, как бы, примерить. Я специально не показываю, чтобы показать, как оно носится. Что ещё? Кормовые добавки, бактерии на подстилку. То есть, в ближайшую неделю мои видео будут начинаться вот с этих обзоров. Вы уж не обессудьте. Вообще, вот это моё видео довольно спорное. Не знаю, честно, у меня такое настроение. Но ни одним же позитивом вот эту вот радость. Вы плёсывает из себя. Ой, жизнь какая-то. Ну, будем стараться всё это пережить. Всем пока. Тортик же ещё мы делали. Вот, из суфле. Смотрите, какой красивый. Боюсь, что до завтра не доживёт. Вот, и завтра я вам его уже не смогу показать. Вот такой трёхслойный. Слои у нас, правда. Вот здесь он немножко не застыл. Должны быть такие сильнее выделяться слои. Вот такие дела. Теперь уж точно всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok